Есть мнение, что история Москвы полностью отражает историю страны. Например, с точки зрения жилищного строительства. Так ли это? В первые годы советской власти жителей Москвы не взимали квартплату. Это приводило к быстрому изнашиванию домов, на ремонт которых местные власти не могли найти средства. Есть данные, что в Москве к концу 1920 года треть жилого фонда практически выбыла из строя. В новых экономических условиях появляется потребность в индивидуальных домах. И именно в 1920-е годы появляются первые рабочие поселки за пределами крупных городов, где вместе с домом были приусадебные хозяйства. Например, в Москве такие поселки были на Красной Пресне, Дубровке, Шаболовке или в Перово. В период НЭП в столице также появляются кооперативные дома. В конце 1920-1930 годов идет строительство многоэтажных и многоквартирных домов в Москве. Это всем известные сталинки. Подобные дома отличаются широким использованием архитектурных элементов, декора в оформлении фасада и интерьеров, широкими лестничными пролетами, высокими потолками и просторными комнатами. Один из первых сталинских домов – жилой дом на Маховой улице архитектора Ивана Жалтовского для сотрудников Моссовета. Сталинки строились почти до конца 1950-х годов. Часть сталинских домов строили для высших слоев советского общества – номенклатуры, высшего военного состава, академиков, профессоров и преподавателей университетов, врачей и так далее. В частности, знаменитые сталинские высотки Москвы. Это три административных здания – Московский университет и здание Министерства иностранных дел и Министерства транспорта, две гостиницы – Ленинградская Украина и два больших жилых дома – на Котельнической набережной на площади Восстания. Однако после войны в 1940-е и 50-е годы квартирный вопрос снова резко обостряется. Во-первых, разрушение Великой Отечественной войны оставили без крова огромные массы людей. Во-вторых, люди снова начали съезжаться в город за работой, а также крыши над головой. Долго строящиеся сталинские дома уже не отвечали требованиям времени и не были доступны широким массам. Происходит резкое изменение в жилищном строительстве. Необходимо было более дешевое многоквартирное жилье, которое надо было построить в сжатые сроки. Как быть? Ответ на этот вызов времени – массовое типовое строительство. Дома, построенные во второй половине 1950-х годов, мы называем хрущевками в честь первой секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева. Хрущевки – это панельно-блочные дома. Высота подавляющего большинства хрущевок – 4-5 этажей. Это связано в том числе и с тем, что 5 этажей – максимальная высота дома, в котором по строительным нормам не требуется лифт. Эти дома строились весьма быстро и дешево. Распространилась практика создания целых микрорайонов. Именно так в Москве появился, например, район Новые Черемушки. Типовое строительство продолжилось и в 1960-е и 1980-е годы. Большинство домов этого периода мы в обиходе называем Брежневки. В отличие от хрущевок, в Брежневках появились раздельные санузлы, лоджии, более просторные кухни, изолированные комнаты, увеличилось число многокомнатных квартир, появились лифты и мусоропроводы. Хотя они по-прежнему имели узкие коридоры и низкие потолки. В этих домах довольно много подъездов и в среднем от 4 до 6 квартир на этаже. Таких домов много в районах Орехова, Борисова, Чертанова, Ясенева и других. Конституция СССР 1977 года обязала государство обеспечить бесплатным жильем всех граждан. Появились программы по обеспечению квартирами и переселению с коммуналок в новые дома. Распад Советского Союза вызвал кризис во всех сферах общественной жизни. В 1990-е годы жилищное строительство в России практически прекратилось в силу недостатка финансовых и материальных средств. Оживление случилось уже в 2000-е годы. Пришла ипотека. Так что квартирный вопрос решался на протяжении всего 20 века, да и сейчас решается тоже. Он стал следствием изменений в общественной жизни и всегда шел в ногу с историей нашей страны.